классно вот смотрите амиши ездят четыре коня во пряжке и повезли корм походу я так и понял здесь как ну как машины здесь есть даже кольцо баскетбольное есть здесь амиши живут круто друзья всем привет этот ролик начинается очень интересном месте город антонита штат колорадо и вот я приехал загружаться лесом этот брус доски какие-то должны быть мои попросили вот именно стать так на выезд и ой и это это амиши это такие вот община такая которая живет на не признает цивилизации но у них еще есть цивилизации знаете машины погрузчики электрические но электрические механические тела рама вот они им пилят доски там они заготавливают и вот бабка эдик отвозит их что интересного зашел в офис ну конечно здесь все из дерева как можете видеть вот здесь один дом там там все деревянное он там печь какая-то стоит очень так интересно красиво у них в офисе стояли висит бумажка что типа либо чек либо кэш но электрон поймут то есть нельзя заплатить карточки у них сразу было маленькое объявление яйца 250 за 12 штук магазине стоит намного дороже вы понимаете а это типа у них свои фермерские здесь и картошка там было в мешочках стояла же росфасованная картошка не было написано сколько были только яйца и все я подошел тут детишки бегают их мне так смешно я подхожу разговариваю с тем кто будет грудить не знаю там отец их не брат без понятия они так заглядывать так и на меня спереди сбоку забегают я разговариваю в телефон смотрю показываем они так и забегают смотрят на меня интересно очень ну и все сейчас они убежали туда они тут все в одной форме одного цвета даже дети в такой же форме такой темно-синий а мужики кто постарше себя с бородами такими длинными и вот в предыдущий ролик закончился на том что я выгружался там детка был интересный бородатый так это тоже были амиши как я как оказалось просто здесь они не такие как это строгие они немножко с цивилизации вот электрические всякие погрузчики механические машины у них есть все у них есть а вот там когда уже ехал повозку увидел четыре коня в упряжи и везли сено целый вот сено везли в этих брюкетах со словами прикольно никогда бы не подумал что здесь он есть но всякое бывает вот но детишки прикольные бегают так смотрят на меня я на них они на меня но не буду их снимать на камеру наверное будут ругаться может он этот потом вам покажу кое-что если смогу покажу когда грузить будут машине холодно такой ветер сильно ужас тут ветряки надо ставить не слышно так такой ветер но очень сильно вот там очень шумно у них пилорама это работает но вроде все окей сейчас разберемся и будет нас загружать так что такие дела и мне интересно я никогда у них не был не грузился ребята там приезжали некоторые ролики видел каких разгружали там прям вообще какие-то интересные механизмы которыми не погрузчиком разгружали этом с помощью коня какого-то там очень много разных есть таких вот этих механизмов либо там подъезжаешь на рельсе такой выезжает погрузчик типа крана цепляет потом уезжает нет нормального погрузчика тут хоть есть немножечко у них цивилизации поэтому все должно быть проще ну все ждем сейчас будут грузить все загрузили я их не снимал потому что помогал сам подкладываю деревяшки под эти стопки подозреваю еду таким же ребятам таким же амишем как здесь они уже закрылись позвали меня чтоб я забрал документы вот пачки все безобразные это не просто какой-то лес стандартная не знаю может заготовки на какой-нибудь сарай дом будку не знаю на что-то потому что видите все разные размеры абсолютно поэтому пачки кривые это есть ровные а в основном они все кривые косые так что вы еще думаете очень накрывать надо но здесь ветер такой сумасшедший что я здесь улечу вместе с тарпом и накрою его за 10 часов видите вот как пленка колышется там великий очень сильный ветер поэтому я ему сказал что я отъеду накрою там где-нибудь ингредида правильно езжай здесь очень сложно но все поедем там ехать что не много завтра доеду сегодня не успею за день буду завтра доезжать завтра выгружаться и уже домой что-то смотри что посмотрели мне добрый всех увидимся на дороге пока воздушные ванильные пропитанные коржи на сковороде вновь разогреваем небольшое количество подсолнечного масла и обжариваем куриные замаринованные бедра до полной готовности примерно по 10 минут с каждой страны ну что друзья как и говорил то и сделал наша работа опасно и трудно останавливалась еще были сумерки еще было солнце но как начала работать все стемнело очень быстро час 20 потратил времени но все накрыл даже вот начинал пару строп подложил здесь там уже сил не хватило не подправил но это плохо вот этих местах может быть протереться так как здесь большое натяжение поэтому здесь обязательно было видите здесь нехороший такой конец он рваный скажем так торчит все подряд поэтому сделал как сделал значение такая раздумка была в голове так ей повторил так проверяем моя фобия забрал я ключ нигде ли не оставил нет лежит проверил так второе закрепил ли брус закрепил все здесь можно ехать ведь и здесь такой прогиб потому что все отвратительно здесь вроде ровненько и здесь прогиб натянул чтобы он не болтыхался а спереди полная отвратительная белиберда тоже но справедливости ради много дья положил должно получиться не знаю это рестерия ветер прекратился только вечером поэтому вот так вот сделал давайте зайдем вовнутрь чтобы не так было шумно ветер приклад прекратился только почти там в 8 вечера я ехал все время смотрел на эти деревья так сейчас включим свет на деревья смотрел вот они только перестали плюс-минус болтыхаться к вечеру вот сейчас проеду еще сколько могу и пойду спать потому что надо так может потому что надо доехать чем быстрее тем лучше уже есть груз назад на калифорнию там интересные подробности но об этом уже завтра давайте пока выгрузим этот груз до конца давите метод мешка бардачелы собственно как и всегда да мне это называют творческим порядком это скажешь беспорядок ну ладно не будем спорить вот масло стоит чего правдивность картошка вон лежишь и забыл без картошки да вот поэтому завтра-завтра это надо мчать на калифорнии потому что потому что все все потом все вам расскажу но своим чередом вот поэтому вот так и видите даже эти я не расстарю отмываться хочу вот быстренько помыть хорошие салфетки не нравится кто-то говорит что они плохие хлора ну клорекс хорошая фирма хорошо отмывая все подряд они убивают написано по штамм 99 процентов микробов может быть они какие-то жесткие для кожи но у меня есть другие типа джонсонсбейли жесткие не жесткие смягчающие скажем так для младенцев вот ну ладно это все ерунда сейчас поедем ночь там просто уже вдалеке а микрофон то здесь там вдалеке уже молнии сверкали я боюсь серьезно боюсь что если приеду с на мокрами грязными досками то провал никто не заплатит и будет пидать будет беда не заплатят денег и сделаю работу за бесплатно поэтому раз просят сделаем и будет голова спокойно что нам заплатит и все бы хорошо вот так но моя теория раб рабочие в том плане что чем дешевле груз тем больше на него время затраты уходит так ну а вот как я вам покажу вот я сейчас стою час двадцать три я потратил не то чтобы замотать это все на 1 все меньше ведь вы даже свалились меня добрый меньше слов больше дела выезжаю увидимся уже завтра будем выгружаться какие ставки у кого это будет амиши или это будет не амиши наши ребята и тут не строил вспомнился один дядька он был в тик токе лапкин вроде фамилии его нет попробую на завтра вспомнить вам там это тоже типа из разряда староверов россии там своя деревня была либо как вот есть такая герман стерлингов он такой же немножечко своеобразный дядька и он тоже там деревне живет они там свой сыр делают вино и стоит там очень-очень дорого но он рассказывает что он супер полезно это что-то в той же степи что и здесь вот амиши добры все уже увидимся завтра потому что темно ничего не покажу вам поэтому пока я был прав друзья я уже ехал две повозки встретил еды а к таким же друзьям которых и загружался но ничего страшного в этом нету главное чтобы они выгружали быстро осталось ехать пять минут дорога какая-то к ним очень стромная грунтовая и я видел что вчера я вчера бы не успел доехать но здесь бы даже спать негде потому что какой-то дом прямо на дороге практически мать брук фабрик окей вот так что так пять минут и мы на месте какие-то скворечники делаются звезды о птички даже есть смотрите в каждом домике птички прикольно он детишки на велике едут одеты они как-то так также все примерно плюс-минус одинаково будет интересно он просит меня посигналить или нет а помахал ответ помахал тут тоже большая машина едет все-таки вот не нормально у меня к ним никаких вопросов нету молодцы как себе хотят так и живут прикольно не было мне времени вспомнить про этого лапкина может быть найдем потом ставишь в я думаю вы видели кто видели дядька прикольно тоже они староверы живут по-своему новая слобода или или там новую как-то у них атака деревня называлась я уже не помню мне главное чтобы я смог развернуться вон у них теплицы смотрите есть и все они все руками выращивают парнишка где-то ехал за мной я видел велики моё моё стремная стрёмная дорога главное что-то ко мне горюк потом не пришлось задом выезжать прямо смог развернуться мостик рапсовое поле желтенькая что у нас пшеница слева справа рассеянные там рапс как вроде правильную дорогу показывает прямо ехать дорога показывает ехать прямо с брезентом все хорошо проверил ничего нигде не порвалось не протерлась главное только в тех местах где ремень там пережимал чтобы она не портелась так вроде все нормально держится вот их не домики ничем не примечательны от других домиков ну то есть такие современные обсказаловите сайдингом обшитые крыша металлический профиль здесь какой-то сарайчик стоит современный как маленькое производство вот так что и не отличишь как говорится по внешнему виду кто в домике живет пока не увидишь жителей окей все доезжаем и будем бы тихоньку выгружать а вон вдалеке приехал хозяин его по его пропускал потому что не могли разминуться я на дороге стал вроде есть проезд а он как-то так решил поступить пойду пообщаюсь не снимал выгрузили долго плюс я долго собирался плюс они там долго все делали в общем начнем с миль 1943 за груз заплатили 1450 вот так другое не снимал потому что люди такие интересные сами понимаете всего бояться с телефонами даже не так мы вообще сначала с 10 метров разговаривали потому что он боится меня я его и тоже стремать он там с конем стоит боится оказывается это приехал сначала его сын я грудь ты меня будешь выгружать ну да я грудь и овнер не я сына им отец овнера игре окей я вообще здесь на полставки типа работы ну ладно окей и он просил меня каждый раз чтоб я вот подъезжал на эту забетонированную площадку сейчас секундочку вот они сушат белье даже на улице не дело американцы слушать сушилках а гамеша сушит на улице как другие люди вот так этот постоянно попроси просили меня подъезжать там то с одной стороны то с другой стороны чтобы они могли выгружать именно с бетонной площадке потому что у них там типа сказали что колеса проваливаются этот дравий и все на этом я все собрал запаковал а он пока выгружал одну сторону я свое с одной стороны собрал потом с другой в общем все нормально но все про все ушло одну много два часа сначала его ждал потом он не начинал потом сын его приехал цель сейчас подписал все нормально вот они уже приступили к работе уже сразу же прям я посмотрел он уже фарту ходила среди как корова прикольно белая это быть не корова это корова вот и все спросили у них интересность такой странный акцент как будто английским это когда он не слышал такого акцента тот кто подписал зовут клэр все они как всегда на вид на одно лицо но сын приехал на пикапе не на повозке отец на повозке ездил вот так ну все едем загружаться три с половиной часа в 211 миль едем штат айова там до 3 я успеваю все нормально загрузят меня не знаю ли правда 42000 какими-то запчастками не запчастками для тракторов трактора supply такой магазине есть по всей америке но они сельскохозяйственной всякой ерундой торгуют там заборчиками не заборчиками косилками комбайнами и тому подобное поэтому вот поедем туда загрузимся так что вот так но ребята интересные спокойные мало разговорчивые лишних вопросов не задают как то что-то откуда ты и тому подобное таких у них нет они наоборот потом вышла жена с детьми дети бегали там рукой помахал они мне в ответ тоже помахали такой нормальный дружелюбный не сказал бы что-нибудь какие-то дикари нормальные спокойные люди просто с особенностями живут по-другому не так как все эти эти это наполовину не признает еще наверное цивилизацию других я видел там вообще только повозки и и все такое в этих все нормально но все а пиксел о свинок продают прикольно ну все выезжаю потихонечку видите сельская размеренная жизнь коровы свинья я думал там утки есть в одном месте но не был уверен поэтому не могу вам сказать в общем все нормально меня никто не съел это самое основное меня никто не съел ну что мы вчера с водителем разговаривали он там боялся он грузился тоже лесом такой как бы низине в долине его никто не видел и он он так сказал в шутку конечно боялся что меня никто не съел а то потом не найдут я говорю все понятно ну да говорит так и не скажешь что здесь какие-то другие люди живут велики есть техника есть тракторы комбайны если он прицепы какие-то есть делают с нержавейки он ступеньки лежат в общем и целом все нормально она тут вот делать видимо трейлера или переделывают не знаю это вообще вон клетка такая угловая для бейсбола качели вон есть все нормально все все живы здоровы и это главное добрый меньше слов больше дела еду скоро приеду буду вам рассказать уже совершенно другие истории и а и а и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Тут нужно по осям взвеситься, вот я наехал на платформу, вот видите зеленый загорелся свет Сейчас надо еще зеленый подождать, вот, а сейчас нужно выпрямить Все вроде бы нормально Взвесили меня, там усы какие-то узковатые, весы усы Весы узковатые, я немножко съехал с платформы, но взвесился И сейчас должен приехать карщик, а это даже может быть он и идет Показать мне, куда встать, меня загрузят Я почему-то думал загружусь может какой-нибудь техникой Типа тракторчиков, как я вам и говорил Но оказалось, наверное будет сетка Какая-то сетка, либо вот такая в палетах, либо вот такая Но подозреваю, что вот такая в палетах Вот и все, вот такие вот расположения скажем Сейчас куда-то меня заведут, покажут И все, будем загружаться Немножко я не угадал сеткой Вот именно такая, как это, для палубок, наверное, эта сетка идет Но что меня будоражит, так это, видите Придется цепляться вот здесь вот за низ Ремнями, потому что сюда не смогу завести Первый раз такое буду делать Ну как-нибудь справимся, я подозреваю Он разный будет накладывать Он там видит по своим накладным, по бумажкам Что, куда и как Все классно, температура супер, тепло Я в Айове нахожусь, хоть наконец-таки добрался до тепла Видите, у них тут много, это разные сетки Какой вообще хотите Что здесь А нет, здесь запустить хоть можно Ну может буду вот так вот продевать сначала ремень Потом обманывать еще раз, крюк одевать Посмотрю, посмотрю, не буду расстраивать А все нормально пока Вот, ну а на сетках это тяжелая, насколько я знаю Я сразу же первым делом пошел доставать свой брус Он говорит, нет, не надо Ничего подлаживать под низ не нужно Я так положу И вот он так вот положит Не знаю почему и для чего Ну вот так Они на серединку сейчас Ну все, сейчас он меня загрузит Посмотрим, что-то будем выдумывать, придумывать Как-нибудь закрепим, я не переживаю Единственное, что я приехал с пустыми баками У меня одна четверть только баков Заполненных Чтобы не было так, что сейчас нагрузят наперед А потом окажется, что это проходное А буду заправляться по четверти И ехать по 50-60 галлонов Каждый раз заправлять Вот так, окей, хорошо Давайте немножечко подождем, загрузимся А потом уже будем рассказывать, объяснять, что, куда и как Смотрите, какой интересный погрузчик С каким прихватом Чтобы сетка была ровно в стопке Сложена Явно что-то самодельное Я еще такого не видел Ничего не сказал Хотя мог бы наругаться Но прыщи поприкольнее Все, сетка ровно положена Связана Она как бы там Поскольку, может, по сантиметров 20-30 в связке Вот так же, как здесь Вот это вот, видите, связка одна Это связка другая Я тут сначала переживал А потом подумал Она же легкая Она же, ну, у нее ячейка большая Проволоки там же не столько, как на мотке, допустим Поэтому она легкая, эта сетка На самом деле будет Вот Но все равно Сейчас посмотри, надо мне будет убирать брезенты Нет, хочу, чтобы не надо было Надо двигаться Получилось Я руками его отогнул И он положил Все нормально Там, может, правда, на сетку она Но даже на сетку не легла Нормально Даже если на сетку ляжет Че есть? Я подозреваю Все, все классно Все классно Только вылет большой на задницу Веда За колеса Будет перевес назад Ну, никуда не денешься Это все разложено по магазинам Первый магазин, второй, третий магазин Вот так Они формируют заказы Ну, все Он загрузил Говорит, выезжай, извешивайся А дальше там привязывай Делай, что хочешь себе за воротами Поэтому потихонечку буду выезжать Снова взвешиваюсь Узнаю вес Не, не тяжелый 41 спереди Там что-то около тридцатки сзади Ну, это сетка Вот мотки вы с проволокой Вы либо тяжелые Вот эти такие я вез, да? А там что это сетка? Ячейка большая Просто объем занимает И все на этом А вес там не такой же большой Поэтому Все, вот потихоньку выезжаю Взвешиваюсь И будем привязывать его Покажу вам Там повесил он Эти Силы Пломбы По-английски Силы называют Повесил пломбы По цветам Чтоб я знал Какая остановка Какая по счету Так вот Все Сейчас буду Расскажу вам Буду Расскажу вам Продолжаем ехать Вести этот груз Я правда забыл вам Как показать Как я его закрепил Остановлюсь Сейчас покажу Уже еду в Колорадо Проехал в скучную Айову-Небраску И что вы думаете Вчера здесь был Такой снег Что ужас просто Сугробы целые Здесь дорога стояла А сегодня уже Нормально Все едут Ну только химия Видите На дороге Есть еще Немножко видна Разводы А воды Как таковой Нет Но вчера Здесь была Большая пробка Все писали Друг у друга Спрашивали Что там случилось Как там Ехать Не ехать И потом Вечером Я открываю Тикток Листаю В инстаграме Не понятно В инстаграме И дядька Снимает Что здесь Сейчас Я поднимаюсь К туннелю Потом буду спускаться вниз И вот К подъему К туннелю Было очень большой Трафик Все цепи одевали Еле-еле ехали Пока поговорил По телефону Уже добрался До этого тоннеля Смотрите Сколько снега выпало Сугробы уже везде Здесь уже Вон тает Вот вода Сейчас Ехали на встречку По встречной дороге Эти Многоуборочная машина Видимо Поливали химией Проливали полосы Эту Тут Поэтому Да Это правда Была Вот почему Вчера здесь Медленно ехали Все И было красным Вытянемо Дорога Потому что Потому что Здесь Как видите Снег И как вижу Я Потому что Мне самому Это было интересно Почему Что Как Смогу ли Доехать Проехать И все Такое Да Сейчас все Сможем Проедем Спустимся Это вот Этот вот Переезд Через туннель Тут Туннель Эйзенхауэра 1973 год Вот Снимаю Красный Возьм Хауэр Туннель Вот Все В туннеле снимать не буду Ничего интересного Здесь нету Темно Выеду Буду снимать дальше Да И здесь Смотрите Сколько снега Навалило Так Все Включаем Engine Break В простонародье Горный тормоз Но это Мы тормозим Двигателем И очень Шумный Из-за этого Так Тут Бокстрак Такой Интересный Вот На него Нужны Сидела Права Потому что У него Две оси Сзади Да Здесь Похолоднее Но я вам Скажу 27 градусов Пишет Машина Потихонечку Будем спускаться 40 миль Дорога Разбита И так Кидает Подкидывает Вот Ну все Будут двумя руками Держаться Как вы понимаете Город Как вы понимаете Снега много Еще Середина мая Середина мая А тут Столько снега Поэтому Здесь До 31 мая Еще обязательно Нужно цепить Возвлекать Все Справимся Прорвемся Едем дальше Ну все Спустился Все нормально Здесь еще холодно Но не столько Уже Но снег По прежнему Есть Надо еще Проехать Немного дальше И там должна быть Лучше Надо вейл еще Вейл проеду И тогда уже Сто процентов Будет Хорошо Не будет Снега Почему-то Мне так кажется Здесь Смотрите Какие сугробы Обалдеть Обалдеть Май месяц Ужас Ужас Смотрите Только что прилетел камень в стекло, вот от того самосвала, и вот видите, разбило стекло, ужас, ехал далеко, дистанцию большую за ним держал, ну капец короче, я не думаю, что ты сверху с горы упал так камень, вот такой вот, и мне разбило стекло, это 100% от него с колес вылетело и прилетело мне, ну там прилетело тоже от этого, с колеса, здесь прилетело, скоро при этом уже стекло меняется, ну ничего, тадам, минус 200 баков для стекла, так, тут какая-то пробка, надо тормозить, какая-то пробочка, или ремонт дороги, верно, ремонт дороги, вот, так что вот так вот, Вот мне сплошные какие-то несчастья, нехорошо, ну куда деваться, главное, чтобы не растрескать, я за это сильно не переживаю, главное, чтобы не пошло полосками, потому что придет сразу минуту тепло, а так еще с таким можно поездить, Надо потом взять монетку, приложить, если в монетку 25 центов помещается, не выходит за края, значит нормально, но это может даже выйдет, ну посмотрим, то есть, наверное, будем исправляться, поедем домой, будем менять теплоты, ну пока не знаю, вот, такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, первая выгрузка, и вот это вот все уходит, часть вот этих всех сеток, уже пришел парень, даже расписался, у него тут замки висели, он все пооткрывал, будет увозить. Видите, здесь поверху запустил, потому что засовывал вовнутрь, порвал два ремня на самом деле. Здесь, здесь, погнул сетку, порвал два ремня. Ну, думал, так пойдет, но нет, когда начинаешь все сильнее тянуть, оно все проламывается, рвется ремень и приходит некуда. Все, сейчас будем выгружаться, быстренько скручиваем, я хочу попробовать за сегодня прям все развести. Вчера звонил, здесь никто не ответил, не поднял трубку. На второй выгрузке прям такие все приветливые. Да-да-да, конечно, приезжаем, мы тебя выгрузим, мы до четырех дня работаем, без проблем. А на третьей локации, третьем магазине, дядька что-то так это говорил, что я понимал, что он выгружает только а-ля в пять утра. Ну, из-за того, что я понял, я не знаю, может я приеду, и он мне все нормально этот, выгрузит. Не будем говорить, что он плохой или неплохой, хороший. Сейчас все по месту узнают. Вот, поэтому хочу, чтобы сейчас быстренько здесь выгрузили. До второго места ехать примерно час сорок. Все, выгружаюсь и сразу же еду туда. Как раз, может, сейчас полчасика пройдет, пока они тут сообразят, выгрузят. И сразу же поеду туда, полтора часа примерно, как я уже говорил. Все, на связи. Ну что, приехал к второму магазину, очень и очень узко. Я стоял вот сюда, вот лицом. Вот так вот, стрелочка. Подошел вовнутрь, спросил у девушки. Она говорит, а ты вот так вот бери, заезжай, и все нормально. Типа так все делают, так все траки, и все нормально. Я говорю, я на большой машине, он говорит, не, проедешь, не переживай, так все заезжают. Парень сказал, нет, ты едь вот так вот, там вот дорога есть, и вот сюда вот. И становись вот сюда вот так вот лицом, я тебя вот сюда вот выгружу. Ну вот так вот, такие дела. Он поехал, походу, надевать насадку на погрузчик, чтобы так вот снимать сверху цепями. Буду выгружаться, хочу, прям хочу попробовать еще на третью, прям успеть сегодня выгрузиться. Все, выгружаемся, едем дальше. Все, Виталик довольный. Смотрите, все выгрузили, осталось только ремни собрать. Вон там сеточка. Супер, супер, я ему помогал, естественно. Оказывается, они топят с вечера, работают, так что. Все супер, классно, как и говорил. Теперь немножко отдохну, передохну, пойду поем, тут плаза есть, всякие кафешки. Увидимся в Сан-Франциско. Я еду в Сан-Франциско и буду снимать. Так что увидимся скоро в легковой машине. Так, нужно же озвучить, сколько груз весил. 2240 миль я проехал, за груз заплатили 5000 долларов. Класс. Я возвращался домой. Только что вот не очень хорошо, что это 3 драпа было, 3 выгрузки. А так, все супер, груз и не тяжелый, и не легкий. Расход почти 7, там 6,9. 200, 200, 300 копейка галлонов там ушло, да. 320 на 330, вот что-то такое. Но, все хорошо, что все хорошо. Я все выигрывал за один день и счастлив. Поэтому сейчас уезжаю отсюда по-быстрее. Помою машину все полностью и внутри. Снаружи будет красивая, как лялечка. Так что все, я поехал. Ну что, друзья, я пока один остался. Оператор пошел по своим делам. С подругами, друзьями встречаться. Это, значит, я приехал позавтракать. Это 80 градусов бейкери-кафе, 85 degree. Уже поел, там очень шумно играет музыка. Всякие пироженки, тортики. И есть как и мясное, так и не мясное. Допустим, там есть такие, как лодочки. Это грибы, лук, сыр. Ну и сама основа там, какой-то хлеб темный. Ну, то есть классные такие выпечки у них всегда. Там всякие булочки, как эти. Ну не пончики, которые в масле жарятся. А именно печеные булочки разные. Пойдем посмотрим, что там есть. Я вам поснимаю, немножко покажу. Потому что я кушал, как бы быстро было. Не могу еще привыкнуть, чтобы на камеру себя снимать, когда ем. Поэтому вот, что купил так с собой. Это вот такие тарталетки. Как это крем-брюле, типа яйцо и там что-то еще. Вроде вкусно должно быть. Вот ингредиенты. Несоленое масло, вода, сахар, соль, молоко, крем это сливки, яйцо, сахар. И какие-то там эти добавки. Вот. 210 калорий одна. У меня там флешка что-то заглючила. Не знаю, новую купил, заглючила. Думаю, все данные сохранились, которые я сначала вам снимал. Поэтому все, давайте пойдем быстренько снимем. И поедем заберем оператора и поедем дальше. Я посмотрел, что ОГОГО, как много здесь всего интересного. Но у нас планы другие. Это мост, золотые ворота, пир и многое другое. Что я вам рассказываю? Давайте будем потом все видеть, что я вам рассказываю. Зайдем вовнутрь, я вам покажу немножко, я сразу поеду. Дальше. О, здесь уже много народу. Устало. Народа много стало. Я когда и приехал, их было много. Но сейчас еще больше стало. Уже видите, без места становится просто на время, чтобы зайти купить. Эти кафешки есть в посадине, я знаю, я бываю иногда и в Гленделье есть. Вкусные. Не дешево и не дорого. Средненько, там булочка примерно стоит, ну, около трех долларов, скажем так. Не так, что там, по доллару, допустим. То, что я брал, 2,45 стоило. Вот эти вот, то, что я вам рассказывал, с грибами, луком и сыром. Другие там, мясные, примерно столько же стоят. Там есть бекон, сосиска. Окей, все, заводимся и выезжаем дальше. Уже едем по направлению Сан-Франциско. Так, запись пошла. На часах у нас 2.28. И уже, видите, показывает тучи, облака. И так оно и есть. Мы проехали в Сан-Франциско. В Сан-Хосе слишком много не было. И так просто проехать. Туда надо ехать целенаправленно, чтобы смотреть, допустим, рядышком. Там есть музей компьютерной техники. Это очень классно. Там другие всякие штуки. Но просто сейчас цель была другая. И мы приехали в Сан-Франциско. Это место называется Palace of Art, где мы находимся. То есть, вот там он находится, там куполок. Сейчас мы туда пойдем смотреть. Я долго мучился, не мог найти парковку. Там вот есть улицы, и на них она бесплатная. Но дело не в этом. Просто если было бы место, мы бы поставили машину и там. Но места не было. Приехали сюда. Эта парковка называется Presidio. Паркинг. За Palace of Art находится. 3 доллара в час стоит. Если на целый день покупать, то 15. Работает она с 8 утра до 6 вечера. Ну, демократично, супер классно. Там мост уже Golden Gate, золотые ворота начинаются. Ну, сейчас видите, туман нагнал. Ну, облака, наверное. Ну, туман, правильно сказать, облака. Да, спустились, и все закрыто. И ничего пока что не видно. А я хотел полетать, дрон с собой. Ну, может быть, где-нибудь попробуем. Но как можете видеть, как колышут деревья. То ветер очень сильный сегодня. Но это не помеха для того, чтобы просто ходить поснимать. Погода испортилась, поэтому я надел кофту. Кипку, потому что солнце светит иногда. Но ничего. Всех сносят, всех смывают, а то ходят раздеты. Но не мы. Все. Пойдем. Будем смотреть, что находится там. Так, ну что, друзья. Вот мы и пришли. Palace of Art. У нас дворец искусств. Много шумных людей. Здесь вот надпись стоит. Все возле нее фоткаются. Колонны. Там скульптуры, которые поддерживают, как сказать, ну не небосвод, а эти кубики просто. Ну, в общем, греческая культура, история выглядит очень классно. Там озерцо есть. Почему, вы спросите, здесь так много индусов? Ничего, платив мы их плохого не имеем, потому что Сан-Франциско, программисты, все дела, их замещают другими. Поэтому здесь очень много. Здесь пруд. Он такой большой-большой. Иногда здесь утки какие-то плавают. Вот что-то есть. Вот так. Красота. Идем дальше, там есть купол интересный. А, вон там уточек много. Пойдемте уточек снимем. Куча уток. А какие-то утки. Это же эти наши друзья. Чайки. Уток выгнали всех, заместили чайками. А вот самый главный наш объект искусства, вот этот вот. Мы идем туда под купол. Там фрески должны быть на куполе с внутренней стороны. Поэтому там очень красиво. Сейчас немножечко сменим ракурс. Обойдем вокруг озера. Снимем его с другой стороны. Люди разные. Кто одеты, кто раздеты. Лопухи растут. Много лопухов. Кто-то вон пикник делает, смотрите, прям на траве. Расстилаешь, что-то ложатся и кушают. Кто-то вон скамейки кушают. Вон мексиканская еда продается. Ну там что, хот-доги. Сто процентов. Смотрите. Жареные перцы острые. Сосиски. Там прям комбо. Сосиска, обкрученная беконом. Детишки. На самокатах. Вот. Чайок очень много. Они вытеснили реально, наверное, уток. Выгнали. В борьбе за пропитание. И прилетели сами. Сели утки. Как утки. Сели чайки, чтобы их кормили. Вот люди пикничок устраивают. Здесь как-то очень много. Может, еще какой-то... А, выпускной, наверное, какой-то у людей. Вон с ленточками они. Здесь какие-то люди нарядные. Вау. Куча чаяк. Вот принципиальная схема, как я вам и говорил. То есть, вы находитесь здесь вот, где у нас звездочка. Вот этот вот купол. И вот, как полуарка сделаны эти колонны. А вот мы не были здесь вот на озерце и смотрели вот сюда. То есть, все идеально просто, да? А здесь расписано, что когда было. City of Independence. Это второе. Это что? А, это здесь. В 1915 году. То есть, это довольно-таки древний объект. Palace of Art. Напомню, называется. Вот так. Вот мы нашли. Немножечко заснимаем людям и думаем, они не обидятся. Все красивые, нарядные. Вот. И все. Выходим уже и пойдем сейчас на пир. Там красиво. О, смотрите, какие фотки. Как девушка позирует. Обалдеть. Тут люди играли в волейбол. Уже закончили. Но здесь интересный знак есть. Не играть в волейбол на север от этого знака после шести вечера. То есть, нужно еще знать стороны света. Но это можно посмотреть на навигаторе. Дальше. Здесь у нас стоит белый форт. Но это не полицейский. Там сидит девушка. Это рейнджеры парк. Рейнджер на машине написано. Они следят за прятками. В частности, за такими, как я. Не разрешают им летать на дронах. Потому что здесь оживленное место. Много людей. Это опасно, небезопасно. Нельзя. Нельзя так и нельзя. В прошлый раз я немножечко летал возле моста. Но там знаков как-то таковых нет. Из запретных зон тоже. Поэтому я смог влетать. Там открыта зона. Но там ветер был и тогда. Но сейчас он очень сильный. Я вижу. По деревьям и сам ощущаю. Там кто-то катается, видимо, на доске. Распарство надувается. Какую-то доску тянет. Либо это, как его. Типа, этого, змея воздушного? Ну, вряд ли. Но я человека вижу. Нет, он не катается. Он, оказывается, с песка спяжи запускает. А в воде кто-то плавает на досках каких-то. Там у нас лодочки. Куча флагов разных. А вот, все. Люди поиграли и собирают. Сетка их. Это не парковая. Они сами привезли, поиграли. Собрались и уехали. Очередь большая в маленькую комнатку. Уборную. А вот чем примечательна архитектура Сан-Франциско. Это куча разных маленьких домиков. Стенки к стенке построенных. И они просто все разные. Один на другой не похож абсолютно. И вроде бы здесь есть ограничения по строительству по высоте. Словно говоря, там не выше третьего этажа. Потому что здесь зимотрясение было в девятьсотых каких-то годах. Там в восемнадцатых, двадцатых. Разрушило очень много из всех сооружений. Может быть даже весь город. Это можно по истории посмотреть. Я уже не помню. Поэтому небоскребы только там дальше. В центре города. В даунтауне. А вот здесь все такое вот маленькое, одноэтажное. Трехэтажное. Если правильно сказать. То есть высоких зданий нет. Ну и как бы вообще. Ты должен согласовывать это с городом. Как и везде. Впрочем, я ничего нового как бы и в этом не скажу. Как и везде. Согласовываешь. И нужно вписываться в архитектуру тех зданий, которыми рядом стоят. Ты не можешь. Если здесь все домики трехэтажные, ты построишь десять этажей. Потому что захотелось. Или пять. Все должно быть одинаково. Поэтому вот так. Сейчас план какой. Двигаемся налево. Посмотрим мост. Очертания его. Потому что там облака низко. И скорее всего еще зацепим. Как его? Там парк такой есть. Как он называется? Форт вроде бы. Вот. Посмотрим. И пойдем, наверное, вдоль пляжа. Вдоль этих лодочек вернемся. И пойдем туда, куда камера показывает. Там, может быть, увидим морских котиков, если отойдем. Потому что они на самом деле далеко. И надо вернуться и успеть забрать машину, чтобы ее... Не забрал эвакуатор. До шести вечера там парковка открыта. Потом нужно забирать. Здесь тоже парковка. Вот видите, есть. Не знаю, даже какие она тут работает. Но как-то так. Сейчас уже мы пойдем. Ветер, сильнейшие волны. Но это наоборот хорошо. Те, кто вот с парусами катаются на доске, не знаю, как это правильно называется. Для них это прям кайф. Вот они на доску становятся, берут парус в руки. У кого-то он на стропах. И все. И погнали кататься. Тут вот человек уже собирается. Вот он там скручивает свой парус. Он накатался. Он катался на доске такой. Как бы этот сноуборд. Только доска по воде. И вот там вот другие всякие катаются люди. Сейчас попробуем приблизить. Подождите. Виталик попробует функцию другую. Цифровой зум. О, видите, может быть, лучше вам, не лучше, не знаю. Вот там катаются. На досках с помощью паруса. Ветер очень сильный, прям холодно. Поэтому идем вон туда, к мосту, поближе смотреть его снизу. Все, погнали. Так, вот эти вот лодочки возят туристов на Экатрас в тюрьму. Там вот находится остров тюрьмы. Здесь билеты продаются. Можно вот взять экскурсии, поехать туда. Есть как такие большие суда, которые перевозят людей. Так и маленькие частные. Вот сама тюрьма находится, смотрите. Вот остров. На нем стоит тюрьма. Она уже не действующая. Есть фильм знаменитый, называется по-английски The Rock. По-русски скала. Там снимался у нас кто? Николас Кейдж. Главный ролик. Вот этот остров тюрьма. Колесо обозрения. Такое похожее стоит Чикаго. Если помните, у меня есть ролик Чикаго Ленд называется. И вот там я катался на похожем колесе. Только там прям очень близко на Перестой. Как и здесь. Вот сама вода. Много-много людей. У нас что здесь? Фрукты. Продают фрукты девчонки. Арбуз. И дальше все. Это религия какая-то. Нам нет и не надо. Вот отсюда тюрьма лучше вида. Наша тюрьма. Попробуем ее зазумить. Попробуем ее зазумить. Попробуем ее зазумить. Попробуем ее зазумить. Это как смот-машин. Чик-чик-чик. Это как смот-машин. Попробуем ее зазумить. И если я дуя так, я дуя так. Какой вид на порт, там парочку фрегатов стоит, парусов, правда, нету, но красота, а потом немножко ближе подойдем, а потом снимаем с пира, а вот там в уголочке есть фуникулер, тоже посмотрим его попозже, сейчас пока что идем, люди в ресторан пришли будут кушать, ресторан сейчас смотрите, витражные окна с видом на воду, там тюрьма Алькатрас дальше, ну красота, балдеж, жить не умирать, двигаемся дальше, двигаемся к магазину, а потом спустимся еще в кафе, я конечно этого не хочу кушать, оно очень сладкое, калорийное, но показать стоит, я думаю, там иногда бывает, дают бесплатные конфетки, вот видите написано 1852 года, пойдем вовнутрь, вот разные конфетки, они тут на вес, вот 13 долларов за полпауна, это очень дорого на самом деле, я не знаю, вроде бы упаковками дешевле получается, я иногда покупаю их, но очень редко, мне не очень нравятся, есть другие конфетки, которые мне нравятся, есть подарочный набор, а знаете какая цена, вот за такой, 27-18 долларов, чуть больше, 30 долларов, очень надо забывать про налоги, 40 долларов за такой пакетик, а это что у нас такое, а это просто в коробочке с Голден Гейт, да с Голден Гейтем, с Мазал Теврота, премиум чоколад ассортимент, премиальный шоколад, говорят нам, тут в виде вагончика, в вагоне у нас шоколад, вот эти вот мне больше, скажем лучше нравятся, чем вот такие, вот что внутри, смотрите, всего лишь 190 калорий, ничего, тут у нас тоже подарочные наборы разные, вот такие плоские, ну там, наверное, скорее всего шоколадка, здесь вот разными наполнителями, малина, шоколадка, карамель, 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 соленый карамель, молочный шоколад, с орехами, с вишней, с чем только нету, на любой вкус и цвет, здесь другие шоколадки, шоколадная паста, вот это такое, шоколадные крошки для печенья, очень-очень-очень много всего, а здесь уже само кафе, в котором делают всякие сладкие вкуснятины, вот такие, которые у людей в стаканчиках, разные-разные, есть на Голливуде такой же магазин, там немножко меньше, но тоже много разных вкуснятины, сейчас мы возьмем меню, давайте посмотрим, давайте отойдем и посмотрим, вот смотрите, какие у нас есть вкуснятины, там были в стеклянном вроде бы стаканчике, а тут все в пластиковых, везде указаны калории, цены, можете остановить на паузу и посмотреть, у нас даже есть клубника в шоколаде, прикольно, на палочке, вот так, но здесь очередь большая, долго ждать что-то, я не хочу, я уже все время много сладкого ел, поэтому не хочу, улетело меню, надо поднять вот так, много-много людей, можете заметить, очереди людей, долго ждать, и я не хочу, давайте дальше пойдем, здесь кухня готовится, о, молоко, а там есть какой-то древний станок, что-то, мельница какая-то, может какао-бобы, раньше малого, да, скорее всего, что нарисовано какао, и они крутились, и так, и так, и разминали, получался, что-то, шоколад, а там техническое помещение, вот такие вот десерты с бананами, готовят, вкусно, все очень вкусно, балдежно, но не сегодня, в другой раз. Все, выходим. Друзья, мы не потихонечку переместились уже к фуникулеру, он должен скоро поехать, это у нас схема, что мы видим, допустим, когда стоим отсюда и смотрим в океан, то есть, вот тут пир, где эти лодки стоят, тюрьма, там противоположно уже берег идет, здесь музей морской, там визитер-центр, видите, здесь не видно котиков, где мы смотрели, потому что он там дальше находится, ну и вот видите, норс, северная, стороны света есть, все, а мы стоим вот здесь, то есть, вот фуникулер, вот его очередь, люди собираются, ждутся и едут. Я вот жду, чтобы он поехал, чтобы вам рассказать, то есть, по-английски фуникулер называется Cable Car, там почему-то с другой стороны это написано. Вот там, Cable Car to Union Square. Он едет наверх, из Пауэлл Стрит к Маркер Стрит. Выглядит он вот как обычный трамвайчик маленький, но какая у него особенность? У него есть сцепление с канатом, вот две рельсы, а посередине идет стальной трос. И этот стальной трос цепляется к вагонетке, к этой, и помогает ей ехать наверх, потому что там холмы большие. Вот, смотрите, какие там уклоны. И здесь прям шумит, шумит кабель, вы не слышите, я, может, слышу. Трамвай под такую горку не заедет, ему нужен помощь. И вот кабель выступает помощником. Он тянет его наверх. А это вот ждут уже своей очереди, чтобы загрузить пассажиров. Тут есть дневные билеты, а один раз, вот, сингл райт тикет, 8 долларов. Просто, как бы, прикоснуться к истории, проехаться. Один раз стоит 8 долларов. Тут нарисованы вот пути, как будут ехать. То есть, вот мы находимся здесь, Пауэлл Рейдж, а поедем на вот маркет. Вот, как там, я вам и говорил. Вот, современная схема, мешки, чтобы не подтопляло наводнением. А, я думал, где-то посередине кабель, но он здесь, где колесная база, скорее всего, стоит, и намного не видно. Вот это вся очередь, люди стоят, ждут. Скоро он отправится, сейчас мы его заснимем. Подождем немножко. Продолжение следует... А вот и этот грибной винт от парохода. Только, я думал, это корабль стоит, а я, как раз, отдельно винт. Потому что такого типа пароход я видел в... Где? В Новом Орлеане. Когда я давно-давно был в Новом Орлеане, там прям такой, и он ходит, все, как бы, и плавает, возит людей. А здесь вот просто грибной винт, и там вот какой-то есть пароход. Вроде бы, вон там турба у него большая, черная. Там такой должен быть грибной винт. Но, к сожалению, не знаю, почему здесь закрыто. А почему? А, потому что вот, с 10 до 5 он работает. Вот простой ответ, а уже после 6. Все. Уже здесь не попаду я сегодня, закрыто. Так что так, все, добренько, двигаемся дальше. Ну что, друзья, как бывает очень часто в Сан-Франциско. Ты вроде едешь куда-то что-то смотреть, а приезжаешь к этому месту, и оно полностью в тумане. Но, еще, когда я выезжал, скажем, вот примерно вот там вдалеке я был, на дороге, и смотрел в эту сторону, где сейчас, было все хорошо, были чистые. Чистые вот эти холмики, это называется Твин Пикс, смотровая. Тут отличный город открывается на... Отличный вид открывается на город. Но также его интересно смотреть где-то снизу. Это вот такие, как два маленьких горбика. Ну, Твин Пикс, два маленьких близнеца, холмика. Снизу тоже красиво смотрится, а сверху прям вид шикарный на весь город. Ну, как вы можете заметить, ответа только один... Ну, это туман, облака, что-то вот такое. И вот это прям ветер дует, они улетают, разлетаются, и все. Здесь можно еды разные купить, в основном это хот-доги, чипсы. Там есть алкогольные всякие коктейли делают. Вот такое. Ну, и здесь вышки стоят две, потому что очень высокая точка получается в Сан-Франциско. И вот здесь телекоммуникация, ну, не телекоммуникация, это сотовая связь. Вышки стоят, все. На входе полицейский стоит, это бесплатный парк, просто смотровая. Полицейские наблюдают за порядком. Также есть бинокли, 20% бросаете и смотрите, преувеличиваете какие-то там объекты, здания, мосты и все такое. Также в планах было сегодня по погоде посмотреть Золотые ворота, Голденгейт, мост. Ну, как видите, какая погода, то не знаю, может быть уже на следующий день. А сейчас хотелось бы попасть все-таки в Академию наук. Там очень интересно, и вот там вот поснимать, рассказать что-то. Я никогда не был. Мне сестра посоветовала, дала мне свой билет у него есть, как бы годовой абонемент. Поэтому сейчас отправлюсь туда. Будем смотреть всякое там. На входе нас встречает динозавр. И здесь есть описание динозавров, с какой категории, какие они, когда жили. И все такое. Вот кости, окаменелости разные. Это кости динозавра. Ну, наверное, это кусок гипса, но не буду утверждать. Вот, что в планах? Что здесь есть, смотрите? Есть выставка африканских педвинов. И там есть другие животные. И что очень интересным является то, что есть аллигатор альбинос. Он белый. Полностью белый. У нас там потом какие-то в аквариуме медузы плавают. Что-то есть с космоса немножко. Другая часть, это планетариум. Планетарий есть. И есть аквариум здесь немножко тоже другой. Всякими рыбками. Я не был, я говорю то, что вижу. И вот как-то надо попасть, попробовать посмотреть. По возможности много всего. Сейчас возьмем карту. И пойдем потихонечку все это рассматривать. Чтобы везде успеть. И везде успеть. Мы пришли с вами к аквариуму. Здесь плавают скаты. Четыре. Вот там какая-то рыба. А тут немножко дети пищат, плачут. Но ничего. Сейчас мы чуть-чуть отойдем. Здесь другие рыбки. Плавают. Пойдемте сюда. Сейчас скат выплывет. То есть всякие должны быть цветные, я так подозреваю. Рыбы. Да, есть они немножко. Рыбка. Кораллы. Маленькие цветные рыбки. Куча световых ламп для них. Дальше я не знаю, что там есть. Пойдем исследовать. Тут плавают пингвинчики. Дети балуют, веселые. Гидропоника. Питаются растения водой. Здесь у нас рассказывается про фотосинтез. Как растение. Получает себе энергию. Клетки хлорофила есть. Это сейчас и школьные, я помню. Здесь какие-то бактерии плавают. О, жирафы. Жирафы. Тигр. Тигра, тигра. Это маятник. Доказывает то, что земля крутится. Математические маятники. Вот там мелки выставляются. И они сбиваются. Такой же маятник в обсерватории Гриффина стоит. Доказаться из-за того, что земля вращается вокруг своей оси. Welcome to the rainforest. Это, как бы сказать, под куполом тропики. Здесь влажность больше 75% и очень тепло. Больше 20%. Здесь летают бабочки разные. Тут очень много. Там водоем стоит. Вот видите. Бабочки летают. Может, они сядут? Нет, не сядут. Вот. Вот, 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 вот бабочка. И она тут такая, по спирали поднимаешься вверх. И там всякие. Другие бабочки цветные, большие должны быть. Вот. Сказали, нельзя есть. Нельзя с водой. Но, не знаю, у меня бутылка воды, никто не отобрал. Получается, как бы, такой маленький кусочек тропиков. Что здесь у меня? А, летучие мыши, смотрите. Вот они висят. Если вы, я не знаю, вы видите? Да, да, да. Вот, видите, летучие мыши висят. По цветам. Обалдеть. Вот змея ползет. Обалдеть. По клетке ползет. Аааа. Обалдеть. Вот, смотрите. Прям кормушка есть для бабочек. Где их можно более наглядно разглядеть. Там они что кушают у нас? Апельсин и банан, наверное, был. Где-то есть тут голубые бабочки. Это какие-то такие коричнево-серые. А есть вот голубенькие летают. Вот они прям там парой. Но их так это не заснять. Они не садят. Может, сейчас пойдем где-нибудь в другом месте их найдем. Аллигатор альбинос. Не шевелится, спит, покормили его и вообще неподвижный. Так у него красные глаза. Вот так он белый-белый-белый. И там есть древние черепахи. Вот одна. А вот там вот в углу вторая. С хвостом. У нее такая страшная голова. Есть в интернете видосы, как она перекусывает этот ананас. И прямо всю руку с костями перекусывает. Поэтому лучше ей впасть не лезть. Туман. Сегодня тоже как бы погода туманная. Нет солнца как такового. Но это не стало поводом для того, чтобы не приехать на мост. Потому что скоро уже буду уезжать обратно. Он красивый в любую погоду. Сейчас хоть по крайней мере он виден. Вчера его вообще не было видно. Он был скрытый. Сейчас немножко пойдем вперед. Там в воде плавают на серф-досках. Но, правда, меня одно только смущает. Куда они там плавают? Прямо на камне. Они самоуничтожиться хотят. Самовыпили это таким способом, что выбрали место, где камни. Но посмотрим. Так, ну что, вот эти люди. В гидрокостюмах плавают, барахтаются на доске. Видимо, других волн здесь нигде в округе нет. И поэтому только здесь. Но, я говорю, мне очень сильно смущают камни. Но, видимо, им нормально. Вот. Люди барахтаются, плавают. Вот у нас мост. Этот форт, но он не действует. И он закрытый. Там нельзя в него взглянуть никак. Зайти. Холодно и сыро. В капюшоне. Потому что ветер холодный. Вот, смотрите, что здесь. Что нельзя пересекать и ходить туда. Потому что вот какой большой штраф получите. Друзья, это финальное наше будет место. Смотровая на мост. Смотрите, что здесь есть. Центр моста. А там у вас одна четвертая. Как он держится? Да? Нажимаем здесь. Там он вытягивается. То есть. Мост, по идее, не рухнет. У него. Вот эти вот тросы. Тут глубоко. Куда-то в породу сюда. И они там огромные блоки держат. Держат его. И он не упадет. Насмотровая классно. Конечно, хотелось бы солнышко. Но нету. Нету солнышка. Это у нас принцип вот этой аватарки. Как она держивает мост. А тут как силы. Как распределяются силы. Которые давят на него. Так все же, что же влияет на то, почему же на мосту постоянно появляется туман. Что гласит по этому рассказу, что это единственный разрыв на уровне моря в прибрежном горном хребте на сотни миль. Древняя река прорезала горы, образуя каньон. То есть под водой где-то вот там вот каньон идет между этой горой и противоположным берегом и том, на котором мы стоим. Вот. Вода накоплена в виде льда растаял. А после окончания последнего ледникового периода, что привело к повышению уровня моря. Сегодня дно этого каньона находится на глубине более 300 футов, вот это 90 метров, под водой. То есть это именно из-за этого он находится в томане, как гласит этот рассказ. Я не эксперт, утверждать не буду, да и не знаю вообще про это ничего. Ну, в общем, это и будет нашим концом. Небольшого путешествия. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите комментарии. Всем огромное спасибо, всего доброго, пока-пока. Чего ж я не повешу микрофон себе, странный человек. Девушка говорит, заезжай вот так вот. А, сейчас мы по-другому сделаем. Сейчас, подождите секунду. А совсем забыл сказать, надо же говорить, сколько груз стоит, правильно? 2240 миль я проехал, за груз заплатили 2500 долларов. Ой, 2500 долларов. 5000 долларов. Сейчас перезапишу. Сам, франц, сам, 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 сам. Субтитры создавал DimaTorzok